Всем привет! Хотела про свою теплицу рассказать уже, когда немножко потеплеет. Но сейчас попросили, что вот люди, что они сейчас еще дешевле, чем больше к сезону подымется цена. Поэтому я вам расскажу. Теплица у меня куплена 18 ноября 2018 года. Я ее купила специально, потому что к Новому году уже пошли распродажи, и я решила, что будет так дешевле. Сразу мы хотели купить с соседями, там еще давали дополнительную скидку. Но пока соседи собирались, кто-то передумал, кто-то думал. В общем, муж сказал, покупай, и я купила. Теплица у меня длиной 6 метров. Ширина ее 4 метра. Высота, говорят, 2,20. Ну, смотрите, вполне достаточно по высоте. Что я хочу сказать. Когда мне ее привезли, у меня старая теплица была с толстым поликарбонатом. Когда мне ее привезли, вот эти все планочки, ну, я там смотрела, вот эти планочки, вот эти, они должны быть, во-первых, с нержавейки. Сказали, что будет соединение краб. Я смотрела на сайте краб. Привезли ночью, никаких крабов я там не видела. В общем, только просто на болты. Когда будете покупать, покупайте, чтобы вот это вот расстояние было не меньше, чем 67 сантиметров, 50 метр. Не покупайте. Она настолько тонкая, что может взлететь в любой момент. Вот это вот, вот эти вот, я не знаю, как они называются, как они называются, не знаю, штуки. Муж приклепал мне специально сам, ну, как бы, укреплял теплицу. Кроме этого, я здесь натягиваю, когда сажу, старый какой-нибудь додерон, чтобы тень дать помидорам или своим посадкам. Дальше что хочу сказать. Никому не слушайте, никому не верьте, что они, если будут установка, они вам приедут, прямо ее укрепят, и она будет стоять мертво. Нет, были случаи в наших знакомых, поднимали эти теплицы, они летали, как пуховое перо. Значит, муж меня взял, купил дополнительно еще в эту вот теплицу, железный такой, как он называется, металлический. Металлопрофиль. Вот, металлопрофиль. 4 на 6. Ну, так расскажи, как было. Ну, как, 4 на 6 металлопрофиль, я его прикрепил к земле при помощи уголка, длиной по 50 сантиметров, вот. Ну, сейчас плохо видно, наверное, уголки, наверное, будут еще видно. Ой, вот они. Забиты в землю. Потом эта тепличка, каждая стоечка прикреплена к этому профилю уголком металлическим, ну, кусочками такими, при помощи сварки или болтов. Вот и все, это растяжки. Для того, чтобы навешалось сюда грабли, всякие вещи. А вот это вот мы сделали, поставили старый, это полочку он мне сделал такую, но сейчас беспорядок, потому что как осенью оставили. А вот это вот старый поликарбонат. Это пластик. Ой, пластик. Но с той стороны поликарбонат, чтобы по весне не задувало, ну, и оно теплее вот так. Ну, что еще хочу сказать. Вот здесь эти все крючки внутренние, они шли в комплекте, наружных не было. И мы покупали, давай выйдем, покажем. Не покупали, а сделали сами. А, ну, пускай сделали сами. Вот когда теплицу надо оставить открыть, чтобы она вот так вот. В общем, надо крючок подлиннее. Его в комплекте не идут, ум не идет. Форточка, все это такое хлипкое, как промокашка. Я не удержала, была теплицу, и была открыта форточка. И она у меня та форточка вот этой вот штукой ударила вот сюда. И получилась дырка. Ну, муж сказал, что он ее с обратной стороны сделает заладку, и ничего страшного. Ну, в общем, я хотела сказать, что главное укрепить внизу. Теплица я довольна. Это уже будет, считайте, третий сезон. Мне нравится, что я не брызгаю свои помидоры всей вот этой химией. В теплице я не брызгаю. Ну, может быть, сывороткой я так бывает иногда. Поэтому, смотрите, покупала я ее на сайте теплица Бай. И не стесняйтесь звонить, перезванивать несколько раз по разным производителям. Это российская теплица, они мне сказали, и сотовый поликарбонат тоже российский. Они сразу говорят одну цену, а потом, когда вы уже начинаете звонить, они уже предлагают, мне была бесплатная доставка. Мне с Минска ее привезли бесплатной доставкой. Ну, вот, в общем, с обратной стороны тоже есть дверь. Вот это называется симбирская комфорт. Вот форточка, все она, видите, вот как прямо хлипенькая, но удержалась. Хочу сказать, в этом году зима была такая снежная, снега было много. Не знаю, как бы она выдержала, не выдержала, но мы живем здесь каждый день, и мы ее стягивали, этот снег, чтобы не рухнуло. Показывают, конечно, на сайтах, что висят прямо 4 мужчины, она держится, эта теплица. Нет, я думаю, даже если бы я повесила за руки, то она попала здесь. Поэтому, ну, вот так я кратенько вам рассказала. Спасибо, кто смотрел. Может, полезную информацию вы подчеркнете для себя. В то время я заплатила за нее 464 белорусских рубля. Сейчас, говорят, они намного дешевле. Ну, все, до новых встреч. Знаешь, вот здесь вот, видите, ну, сейчас не видно, закрыли, он прикрутил понизу, чтобы не было щелей. Старый поликарбонат обрезки. Ну, там у меня еще горшки стоят с клубникой. Мне нравится, во-первых, и когда высаживаю рано, рано рассаду, она, вот это вот щели не дают ветру. Ну, и вот эти вот все клепки, приклепки, я не знаю, как правильно называть, они идут все в комплекте. Все это мужики-прости. Это мы покупали отдельно. Что? Шляпки? Шайбочки, да. А, вот видите, шайбы вот эти вот. Вот такие шли в комплекте, маленькие. В комплекте вот такие шли. Маленькие. А здесь наверху я уже покупал большие отдельно. Ну, они недорогие. Наверное, 18 копеек. Что-то такое. Ну, короче, видите, я не знаю. Мне казалось, что они шли в комплекте. Вот хорошо, что он сказал. Добавить. Вместе с теплицей привезли вот этот паспорт. Чек пробит ли. Ну, все как положено. Поставили штамп. Вот он стоит. И дают год гарантии на поликарбонат. Ну, опять же, дают так, если там града не будет и прочее, и прочее. Я не знаю тогда, наверное, на что они дают. Они мне объясняли, но как-то она выдержала. Поэтому у меня ничего с ней не случилось. Поэтому вот она у меня есть.